Всем привет, это канал Let's Code, меня зовут Андрей. Продолжаем пилить нашу онлайн-игрушечку. И сегодня у нас продолжение реализации общения между клиентом и сервером. И нам нужно перетащить весь код, который у нас рассчитывает позицию персонажа, на сервер. И так как сервер у нас получает с клиента все данные в виде JSON, первым делом нам неплохо было бы реализовать BIM, который будет у нас заниматься парсингом всего этого счастья, которое мы получили от клиента. И для этого мы переходим в package.config и в веб-конфиге мы добавляем новый BIM. BIM.public.json. Здесь мы выбираем com.bat.logic.jdx.utils. Парсер, который не делает мозг, баланс между производительностью и потребляемыми ресурсами нас вполне это устроит. Хотя, конечно, у нас к приложению уже подключен Jackson вместе со спрингом, но будем играть по правилам игроделов и будем использовать серверизатор-десерверизатор, который идет в комплекте с sleep.jdx. Что нам нужно здесь делать? Нужно сделать новый JSON объект, положить его в переменную ctrl-alt-v и здесь выполнить небольшую настройку json set output type. Нужно установить JSON writer, вот этот самый output type.json. В чем разница? И, казалось бы, что за бред, и зачем мы здесь еще должны выбирать какой-то тип данных, который будет у нас на выходе? Весь прикол в том, что эта библиотека для серверизации умеет несколько вариантов JSON. Опять-таки, звучит как бред, потому что у нас на JSON есть вполне конкретная спецификация. Но в игропроме все очень сурово и жестоко, поэтому экономят здесь даже на JSON. И здесь поэтому есть такая версия JSON как minimal, в которой вообще будут отсутствовать, например, кавычки, если без этого можно как-то прожить. Если интересно, поковыряйтесь. Как бы я здесь на это углубляться не буду. Ну и есть как бы более жирная версия JavaScript. Про нее мы тоже разговаривать здесь не будем. После того, как мы все это установили, добавляем вывод этого самого объекта, который мы уже настроили, чтобы его можно было использовать везде, где нам только захочется. И тут возникает вопрос, а где нам захочется его использовать? Использовать мы будем в нашем геймлупе для серверизации тех данных, которые у нас будут улетать к нашему клиенту. Поэтому давайте сразу добавим сюда поле, в котором у нас будет храниться private final JSON. Сразу через Alt-Inter добавляем параметр в конструктор и подумаем о том, как нам, по идее, нужно хранить наши данные обо всех игроках, которые у нас будут участвовать на нашем сервере. Для того, чтобы удобнее нам было искать в коллекции конкретного игрока, неплохо было бы хранить это все в виде мэпа. Поэтому мы создаем private final object map. Еще одна коллекция из LibGTX, которая оптимизирована для игр. То есть обладает минимальным количеством мусора при работе. Сюда добавляем в качестве ключа айдишник, а вот в качестве значения нам нужно разместить здесь объект. А объекты как такового мы еще не реализовали у нас на сервере. Поэтому мы создаем новый пэкедж, который называем Actors, где мы будем хранить всякие объекты, которые у нас будут являться игровыми объектами, то есть которые интерактивные, которыми управляет пользователь и все в таком духе. И здесь мы создаем новый класс, который будет называться Panzer. У этого объекта будет несколько полей. Во-первых, это приватное поле типа строка, где будет храниться айдишник. И далее те параметры, которые будут характеризовать его местоположение в пространстве. То есть это приватное float поле angle, угол. Еще два поля типа float, x и y координаты. И еще одно поле, которое нам необходимо для расчета координат игровых объектов. Это приватное поле с типом int, в котором будет содержаться скорость объекта. Сразу его установим в 300, пускай у нас будет такая скорость. Поле, характеризующее его местоположение в пространстве и идентифицирующее его, мы описали. Давайте разделим вот так. И еще у нас есть поля, которые характеризуют состояние пользовательского ввода. Давайте также добавим приватное поле логическое left-pressed. И еще три таких же поля, которые будут характеризовать нажатие клавиши вправо, нажатие клавиши вверх и нажатие клавиши вниз. Всех этих полей уже достаточно для того, чтобы определять, в каком состоянии находится наш игровой объект. И неплохо было бы для них добавить getter и setter. Что мы сразу с вами и сделаем. И сразу же заморочимся еще на один метод. Так как мы собираемся наш объект использовать на сервере для вычисления перемещения, где он будет находиться, нам нужно добавить еще один метод, который будет публичный. Будет возвращать ничего и он будет называться act. Принимать он будет один параметр типа float. И здесь в теле мы будем определять, куда дальше у нас будет двигаться наш объект. Название можно в принципе использовать любое, но в libgdx это слово используется для расчета именно каких-то характеристик объекта. То есть это как рендер, но без визуальной составляющей. И дельта, соответственно, это количество миллисекунд, прошедших с предыдущего кадра. И здесь мы можем сразу рассчитать, как будет у нас происходить перемещение объекта согласно тем данным, которые мы уже имеем. Во-первых, возьмем скорость объекта и умножим ее на дельту. Таким образом мы получаем значение, которое соответствует конкретному шагу. То есть у нас есть 300 пикселей в секунду. И мы умножаем на дробь, которая характеризует, какая часть секунды у нас прошла. Таким образом мы получаем путь, который проходит наш объект за это самое изменившееся время. Ctrl-Alt-V, чтобы положить StepLength переменную. И далее проверяем, если у нас нажаты клавиши влево. Мы берем поле X и от него отнимаем Step. И подобные методы мы сейчас заиспользуем для всех остальных нажатых клавиш, чтобы рассчитать положение объекта в пространстве. Единственное, что мы здесь теперь меняем. Здесь плюс, здесь Y с плюсом, а здесь у нас, соответственно, Y с минусом. Почему мы здесь не используем вектора? Просто так не используем. Потому что в любом случае данные с клиента мы получаем в виде отдельных полей. При желании можете заиспользовать здесь вектора. Код станет красивше, чище и удобнее. Я для наглядности оставлю пока что так. Таким образом мы рассчитываем для объекта его местоположение в каждый момент времени. В зависимости от того, нажата ли какая-то клавиша на клиенте или нет. Итак, объект мы создали. Значит, можно продолжить создание коллекции, в которой эти объекты будут лежать. Добавляем тип параметра panzer, займем поле panzers и инициализируем его сразу, чтобы он у нас был в полном порядке и готов к бою. Как мы эту коллекцию будем дополнять? А на самом деле у нас для наполнения этой коллекции все уже имеется. Когда пользователь у нас присоединяется к нашему веселью, мы можем создать новый объект panzer, положить его в переменную через alt-control-v, этому самому panzer задать id, который мы берем из session-gate-id, и все, что остается, только взять panzers, put session-gate-id, panzer. И мы добавили нового игрока в нашу коллекцию для того, чтобы можно было уже его далее использовать, где и как хотим. Единственное, возникает сразу вопрос. Мы уже сталкивались с той проблемой, что объекты у нас не умеют в асинхронность, и нам нужно вручную все это педалировать. К счастью, в прошлый раз мы к этому уже тоже частично подготовились, поэтому переходим в AppSocket Handler, и здесь выполняем небольшую корректировочку того кода, который у нас уже имеется. Переносим synchronized block connect listener, и disconnect listener тоже сразу туда перенесем. Таким образом, оба этих метода connect и disconnect handle, которые мы только что с вами наблюдали, вот они у нас, они тоже оказываются в synchronized блоке. И таким образом мы не боимся, что у нас произойдет какой-то race condition или concord modification exception. Каждый раз, когда у нас присоединяется новый игрок, мы синхронно его добавляем в список сессий и в список игроков. И когда он отсоединяется, мы также в синхронном виде удаляем его из списка сессий и из списка игроков. Здесь еще неплохо было бы сразу сделать одну небольшую вещь. Дело в том, что наша сессия, она может отправлять сообщение, только завернутое в AppSocket Message. Для нас это лишняя прослойка, которая будет создавать лишний мусор. По дефолту у меня используется здесь сейчас Tomcat сервер. Раз я это знаю, я могу использовать конкретную специфическую имплементацию сессии. Поэтому я вызываю каст выражения и закастую сразу Standard WebSocket Session. Сессия у меня будет вот в таком виде. Ctrl-Alt-V, чтобы положить ее в переменную. И уже этот сокет я буду передавать как в сессии, так и в Handler. Сейчас он ни на что не ругается, потому что здесь тип тоже не поменялся. Тип надо поменять, чтобы все было красиво, честно и правильно. Ту же самую операцию неплохо было бы сделать и для Message Listener, и для After Connection Closed. Кстати говоря, не нужно это в Synchronous Block вложить. Лишняя операция, которая только отвлекает. Сразу здесь меняю. Кстати говоря, здесь тоже неплохо было бы поменять. И у Handler тоже нужно поменять тип на Standard WebSocket Session, чтобы все честно, красиво у нас выглядело. Так, теперь он ругается красненьким. А, ну да, здесь тоже должна быть Standard WebSocket Session. После всех этих справлений возвращаемся в Game Loop. И здесь в конце мы должны ответить. То есть у нас клиент не знает, какой у него Session ID. А ему этой информации лишней точно не будет, чтобы на клиенте можно было определять, какой из полученных объектов является текущим игроком. Поэтому мы сразу можем отправить ответное сообщение нашему клиенту. Пишем Session, Get Native Session, Get Basic Remote. И здесь мы уже можем отправлять конкретный текст. Текст мы можем отправить как целиком, так и по кусочкам отправлять, и в конце помечать, что это был последний пакет. Но у нас сразу большим куском мы можем все отправить, поэтому мы сюда пишем Session, Get ID. И все. Таким образом мы оповещаем нашего клиента о том, что чувак, у тебя вот такой будет ID. Единственное, что он здесь ругается красненьким, потому что у нас нет обработки исключений. Нажимаем Alt, Enter. И добавляем здесь вывод Stack Trace, если что-то пошло не так. По-хорошему это надо вытаскивать какие-то метрики, чтобы наш сервер оповещал о том, что происходят какие-то проблемы с отправкой сообщений. Опять-таки это выходит за рамки текущего проекта, поэтому я это спокойненько солью. Что далее? У нас есть Disconnection. С Disconnection все гораздо проще. У нас есть ключ сессии, и мы по нему просто из нашего мэпа удаляем того, кто отвалился. И следующий этап. Нам нужно обновить данные в наших объектах, которые мы храним в этой самой коллекции. То есть все игровые персонажи шлют нам какое-то свое состояние, и нам это состояние неплохо было бы обновить. Чтобы обновлять состояние в несколько синхронной манере, чтобы не загружать основной поток, я предлагаю заиспользовать Execution Pool. Создаем приватное поле с модификатором Final, в котором мы будем хранить fork.join.pool. Назовем его просто Pool и заиспользуем общий пул, чтобы нам не бодаться за ресурсы с нашим основным приложением. Есть общий пул, нам его вполне в принципе хватит. Тем более, что он сконфигурирован под текущее количество ядер на сервере, и все в таком духе. И далее мы просто будем назначать в этот пул какие-то задачи. Pool, Execute, и здесь у нас Runnable, обычный, привычный, без всяких хитростей. Здесь у нас Message приходит в виде строки, но на самом деле мы будем получать JSON-объект. И по-хорошему парсить его нам необходимо не в теле игры, а самое лучшее место для этого все-таки будет, наверное, WebSocket Handler. Чтобы распарсить сообщение, мы берем и перекладываем в переменную наш payload, который прилетел от клиента. Далее его необходимо распарсить. И тут, конечно, можно было бы заиспользовать тот JSON-объект, который мы сконфигурировали ранее, но он требует понимания, в какой объект все это нужно сложить. Мне не хочется создавать дополнительные какие-то промежуточные объекты, которые, опять же, потом создают мусор, который вызывает гиббич клидер, и все в таком духе. Мы будем минимизировать создание всяких разных объектов. И здесь мы просто создадим Reader. Private Final JSON Reader, также из BatLogic GTX Package, и назовем его Reader. Просто проинстанцируем JSON Reader, который будет использоваться, собственно, только здесь. Поэтому можно его в бины не вытаскивать. Берем этот самый Reader и вызываем метод parse. Куда ложим наш payload, и все это у нас уходит в переменную через Ctrl-Alt-V в виде объекта JSON-value. И его мы уже спокойной совестью передаем в хендлер. Естественно, сразу у нас здесь возникает ругань по поводу того, что тип объекта немножечко другой. Делаем рефакторинг и проваливаемся в этот самый хендлер. Теперь месседж у нас является JSON-объектом, у которого можно просто читать поля. Первым делом давайте попробуем прочитать у него тип getString. Напомню, что мы для нашего inputState, который мы отправляем с клиента, создали специальный объект, в котором указан тип state. Его-то мы сейчас и прочитаем. Запрашиваем поле type, пусть так и называется type. И для него уже будем в дальнейшем определять, какое DTO нам пришло и что с ним дальше делать. Засунем это все в конструкцию switch, которая позволит нам обрабатывать всякие разные типы, которые будут пролетать. Да, конечно, это все выглядит немножечко не так радужно, как если бы мы парсили все сразу в объекты складывали. Но таким образом мы немножечко экономим. По-хорошему, если у нас прилетает какой-то тип, с которым мы еще не знакомы, нужно бросить исключение, чтобы обратить на это внимание. Сделаем runtime exception, которым напишем num, vs, object, type. И просто сюда через конкатенацию все равно все нахрен падает. Можно приписать тип, который нас так расстроил. После того, как мы получили данные о стейте, мы можем посмотреть, какие данные мы там, собственно, ожидаем. Ожидаем мы угол и нажатые клавиши. Fire пока опустим. Он у нас там дальше будет буквально через одно, через два видео. Значит, берем наши панцеры, запрашиваем session getID, актуальный объект, который соответствует той сессии, с которой мы получили обновление стейта. И здесь мы уже можем взять панцер, set left pressed, message, get boolean, и пишем left pressed. Таких полей у нас будет еще четыре штуки, каждая из которых для одной из нажатых клавиш. Left pressed, right pressed, up pressed, up pressed. И последний down pressed, down pressed. Какую клавишу сейчас пользователь зажимает, мы определили. Осталось понять, какой угол у нас для пользователя сейчас задан. Также у месседжа запрашиваем get float и указываем, что нас интересует поле angle. Таким образом, мы обновили стейт нашего клиента и готовы его отрисовывать. То есть, когда клиент пришел, мы его добавили. Когда ушел, мы его убрали. Когда он отправляет какое-то сообщение, мы проверяем, что тип сообщения обновления стейта, и этот самый стейт обновляем для текущего пользователя. Раз у нас есть какой-то стейт, раз мы его рассчитываем, значит, неплохо было бы его обновлять. По умолчанию, метод render, которому мы будем производить расчет, будет выполняться максимально доступное количество раз. Это, на самом деле, не очень весело, потому что все-таки хочется, чтобы сервер у нас работал не на пределе возможностей, а вполне разумно отправлял стейт всего того, что происходит на экране, ну, допустим, хотя бы там 30 или 60 раз в секунду. Для этого нам необходимо поле, в котором мы будем хранить... Кстати говоря, event у нас уже больше и нет. Нам нужно поле, в котором мы будем хранить количество времени, прошедшее с последнего момента, когда мы отправляли данные клиенту. И для этого мы создадим приватное поле, типа float, где мы будем хранить время в секундах. И давайте назовем это время lastRender. Выставим его в ноль. Также нам понадобится еще поле, в котором мы будем хранить, собственно, шаг, как часто мы будем отправлять все это на клиента. Это будет приватное статичное final поле, типа тоже float, и называться оно будет frameRate, где мы делим единицу, количество секунд, на количество, сколько раз в секунду мы хотим отправлять данные на клиента. Поставим 30, пусть у нас каждую одну тридцатую секунду клиенту улетает текущий state на сервере. Здесь добавим букву F, чтобы соответствовать системе типов Java. Если бы мы букву F здесь не добавили, у нас бы вернулся сюда интеджер, и, соответственно, был бы ноль, что ни разу не весело. Итак, здесь нас вот это все уже ни разу не интересует. Можно все потихонечку удалять. Пожалуй, вот цикл я оставлю, он еще как-то худо-бедно соответствует нашим ожиданиям. Для начала давайте определим, стоит ли для данного кадра производить расчеты и отправлять какие-то данные на сервер. Если lastRender у нас больше либо равен фреймрейту, то мы будем отправлять данные ко всем нашим клиентам. Но проблема в том, что lastRender у нас здесь не меняется. Значит, неплохо было бы его обновлять. Ставим lastRender, и каждый кадр будем к нему добавлять количество времени, которое у нас прошло с момента последнего рендера. GetDeltaTime. Данный метод у нас всегда возвращает количество секунд, прошедших с последнего рендера. Следовательно, мы будем его суммировать нашей переменной до тех пор, пока этот самый аккумулятор у нас не превысит количество секунд, необходимое для обновления информации на стороне клиента. И сразу, как только мы зашли сюда, чтобы не забыть, мы этот самый lastRender восстанавливаем в ноль, чтобы не отвлекаться и чтобы точно знать, что он у нас сбросился. Для следующих кадров. Что у нас здесь дальше происходит? Ну, во-первых, нам необходимо рассчитать текущее положение для всех танков, которые у нас на сервере зарегистрированы. А значит, нам нужна переменная Panzers, и для нее мы вызываем цикл 4. Panzer Entry. С Panzer Entry мы получаем value, так как мы здесь обходим Entry нашего мэпа, а не сами сущности, которые нам необходимы. Так, кстати, переименовать его неплохо был бы в Panzer через Shift F6. И для каждого танка мы вызываем метод Act, который мы заранее с вами определили, в котором у нас, собственно, все это и происходит. Бесчинство, которое необходимо для перемещения. И сюда можно перекинуть переменную lastRender как раз. Единственное, что здесь она у нас уже в ноль, поэтому, пожалуй, я все-таки поспешил, выставив ее там. Выставим ее после того, как мы рассчитаем для всех танков State. После того, как мы для всех танков все это рассчитали, у нас, получается, мир совершил один шажок. В зависимости от того, какие данные прилетели от клиента. И все, что нам теперь необходимо, это отправить клиентам в обратную сторону обновленный State. Можно было бы, конечно, просто здесь этот цикл выполнить и голову не греть. Но все-таки мы с вами про производительность и все в таком духе. У нас есть отличный пул, который мы уже подготовили. Поэтому я этот цикл сейчас просто перекладываю в буфер обмена и для пула создаю новую задачку Execute. И здесь уже как раз буду весь этот цикл пробегать. Единственное, что здесь у нас стандарт WebSocket Session Import через Alt-Inter. Итак, теперь к каждую сессию мы должны отправить наш текущий State, который у нас имеется в библиотеке Panthers. У нас есть уже необходимое поле JSON, to JSON, и мы сюда просто передадим наш список Panthers. State JSON. И его мы будем отправлять каждому клиенту, чтобы он был в курсе того, что происходит на сервере. Опять берем Session, Get Native Session, Get Basic Remote, Send Text и отправляем сюда State JSON. Все красиво. Теперь у нас все клиенты могут получать всю необходимую информацию актуально, своевременно, с щадящим фреймрейтом. Чтобы легче было читать, давайте здесь оставим допустим хотя бы два раза в секунду пускай у нас отправляется это все, чтобы можно было успевать отслеживать, что происходит на сервере. Запускаем отладку и проверяем, что у нас все красиво ходит на сервер и там же и рассчитывается. Сервер запустился, запускаем клиента. Запустился, значит, можно попробовать все это выполнить в браузере. Видим, видим, что у нас уже что-то здесь в логах появляется. Посмотрим, как все это ходит по сети. Находим, где у нас здесь и все неудобно. Где у нас здесь веб-сокеты, вот они веб-сокеты и проверяем, как у нас отрабатывает отправка. Видим, что мы отправляем стейт, все как и положено, как договорились в прошлом видео. И у нас в ответ с сервера прилетает стейт, в котором мы видим угол, класс и айдишник и больше никаких данных у нас почему-то не отсвечивает. Это как раз та особенность JSON Parser, которую мы забыли с вами описать. Ну, в основном, конечно, я. Вы практически не виноваты. Дело в том, что для пущей производительности этот самый сериализатор предлагает нам самим определить, как это все будет сериализироваться не с помощью аннотации, как это сделано в Джексоне, а в виде срого кода. Мы берем наш класс и им расширяем интерфейс Serialisable из GDX объекта JSON. Alt-inter, чтобы имплементировать методы, нам предлагают имплементировать два метода read и write. Перетащим их чуть повыше над getter и setter, чтобы это было легче читать. Прелесть в том, что, чтобы реализовать сериализацию объекта, много каких-то вещей делать не нужно. Мы берем объект JSON, который прилетает у нас здесь в качестве аргументов метода и вызываем метод writeValue. И здесь мы можем указать имя поля, как оно будет называться, и его значение. Соответственно, мы указываем x и сюда поставляем x. То же самое делаем для поля y, для поля angle и для поля id. Но еще одна особенность интересная это то, что мы видим, что у нас здесь передается еще поле класс, в котором указывается длинный-длинный-длинный класснейм, содержащий еще и пэкедж. К чему нам такие излишества? Непонятно, поэтому мы идем и добавляем еще одну интересную вещь. JSON add class tag. Здесь мы можем указать тег для каждого класс тайпа, который у нас будет сериализоваться, который мы регистрируем. Давайте добавим panzer и его же в качестве класса. Таким образом, класснейм у нас для этого объекта будет panzer. Теперь запустим теперь наш сервер и посмотрим, какие данные в каком виде у нас теперь будут курсировать между клиентом и сервером. Все прогрузилось. Смотрим, что теперь у нас прилетает к клиенту. Видим, что класс действительно panzer, координаты x, y и угол объекта, а также его id. Попробуем сейчас его пошевелить и посмотрим, какие координаты у нас теперь прилетают. Видим, что координаты у нас успешно обновляются, собственно, как и угол. Ну, естественно, идишник и класс не меняются. То же самое у нас здесь с рач в консоли, по которому мы можем увидеть, что у нас тут все действительно куда-то меняется, шевелится, координаты меняются, угол меняется, 148, минус 66 и все в таком духе. Таким образом, сервер у нас теперь рассчитывает все изменения клиента, но пока что клиент все равно опирается на те расчеты, которые производятся у него локально в браузере. И в этот момент неплохо было бы вспомнить о том, что видео требуется лайк, неплохо было бы подписаться на канал и написать какой-нибудь комментарий под видео. Чтобы в следующем видео мы спокойно с вами доделали уже обмен данными между клиентом и сервером и спокойно могли попробовать перемещать по экрану уже сразу двух игроков. Оттуда уже и до перестрелки недалеко. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, приходите общаться в наш телеграм-канал, ссылочка на который есть в описании под видео, собственно, как и ссылочки на все материалы, которые фигурировали здесь в всплывающих сообщениях либо на экране. Ну, а также информация о том, как поддержать канал и где еще со мной можно пообщаться. Также приходите на мой второй канал, где я провожу стримы по четвергам. Всем спасибо, всем пока.